Какой косметикой пользуется Егор Крид? Как Джиган уделал тупака? За сколько Моргенштерн готов прокатиться на танке? И главный вопрос, что лучше, чебупели или бульмени? Салют, на связи Сименс. С чем у многих ассоциируется жизнь представителей рэп и хип-хоп индустрии? С бабками, тачками, дорогими цацками и брендовыми шмотками. Я думаю, многие понимают, что по большей части это все образы понты. Кому-то более успешному для поддержания этого образа хватает дохода с концертов и залетающих в топы треков. Но откуда брать дополнительный доход, когда интерес слушателя уже не тот? Ну или когда ты бездонная бочка для денег? Рассказываю специально для подписчиков этого канала. Кстати, вы же помните, что сегодня я объявлю результат розыгрыша? Смотрите ролик до конца, чтобы узнать, какой анекдот победил. Чтобы поднять бабла, можно продать свой мерч, открыть бургерную, ресторан, салон красоты, ну или автомойку. Тут главное, чтобы звезды удачно сошлись и бизнес пошел по кайфу, а не по пизде. Вариант попроще. Сделать рекламу чего-нибудь, выставив за это максимально завышенный ценник. Почему это интересно брендам? Ну, здесь схема понятна. А буй кумира школьников крутые кроссы и толпы фанатов побегут скупать их. Покажи, что в твое заведение регулярно захаживают известные блогеры. И бронь столиков на несколько дней или даже недель вперед обеспечена. Покажи, как смазливый кумир самиклассниц пользуется умывашкой от гарнир. И ничего не произойдет. Ведь три в одном изменил ее мир. Кроме того, что он позже решит создать собственный бренд косметики. Сегодня я предлагаю вам вспомнить кринжовые, неоднозначные или яркие рекламные интеграции от российских деятелей рэп-индустрии. Кстати, подписывайтесь на мой телеграм. Начнем со свежачка. 8 марта Егор Крид по старой холостяцкой привычке решил поздравить всех подписчиц своего канала с праздником, вручив им одну красную розу. Но не удержался и в коротенькое поздравление в кружке вставил вообще ни разу не нативную рекламу Delivery Club. Не научился до сих пор завязывать галстук. Но что я умею точно, так это дарить розы. Это розы из Delivery Club для каждой из вас. А вот чего не ждешь от того, чья аудитория только недавно перестала ходить пешком под стол, так это рекламы водки в клипе. Очень хочется посмотреть на рекламщика, решившего, что аудитория Крида подходит для такой интеграции. Хотя, возможно, это такая продуманная инвестиция в будущее бренда. Но за такое хотя бы не сажают, в отличие от рекламы онлайн-казино и финансовых курсов. Чат, это пизда! Это пизда! Она сияла! Она сияла! 16 нахуй миллионов, Кирилл, блять, мы в игре нахуй! Это пиздец! Охуеть! Егор и еще несколько известных персонажей, таких как Хованский, Мэдисон и Гусейн Гасанов, из-за этого в ближайшее время могут попасть под суд. На первый раз все вроде как обойдется лишь штрафами. Правда, Криду также придется ответить еще и за незаконную рекламу. Давайте же я напомню вам о гениальном уроке по кибербезопасности в проекте «Разговоры о важном». Что такое скам? Это когда вас обворовывают в интернете, скамят на деньги. Так вот, во время этого урока Егор не просто рассказал и так каждому школьнику известную информацию, но также успел прорекламировать свой ТГ-канал и концерты, за что ему, собственно, и прилетело обвинение в незаконной рекламной деятельности. Ну и можете подписаться на мой Телеграм-канал, на мою телегу, вот он здесь где-то появился. А еще, пользуясь возможностью, хочу вас пригласить на свой огромный сольный концерт в Москве. То, что вы сейчас увидите, ненадолго телепортирует вас на десяток лет назад. Внимание, побочками этого путешествия могут быть сведения лицевого нерва и кровоточения из ушей. Если вы готовы, продолжайте просмотр. Мы знаем, что ты классный рэпер, покруче даже тупака, нас страшно в тех интересует, что привело тебя сюда. Если не ясно, что сейчас произошло, только что вы посмотрели рекламу Мегафона с участием Джигана. Конечно, это не то, что стали бы крутить по телеку, потому что это слишком круто. Вообще, Мегафон сказали, что этот ролик чья-то личная инициатива. И действительно, я прям так и представляю, как Джига заходит в салон сотовой связи, чтобы закинуть кэс на мобилу, и соглашается сняться в корпоративном клипе за чехол на айфон в подарок. Можно было бы предположить, что это просто какая-то мета-ирония, но Джиган таких слов не знает. Как кинуть араба на 5 лямов? Лично я не знаю ответ на этот вопрос, но можно попробовать задать его тем, кто рекламирует мошенников. Год назад Гуф в одной запрещенной соцсети рекламировал контору, которая обещала инвесторам возвращать процент от вложенных средств. Сначала деньги инвесторам действительно выплачивали, но потом выяснилось, что это была очередная финансовая пирамида. Щенок побежал внутрь пирамиды. Скорее, бежим за ним! Кстати, реклама цифровой валюты, которую некоторое время назад пиарил Морген, сперва тоже выглядела как какой-то наёб. Этот блокчейн-проект был создан братьями Дуровыми. Ставь лайк, если тоже не знал, что у Дурова есть брат. Однако позже он был передан другой команде разработчиков. Лишер писал, что будет сотрудничать с продвигаемой им платформой, так как она единственная в своём роде, которой он доверяет. Даже вот кусочек трека ей посвятил. Так-то Морген один из немногих примеров того, что рекламная интеграция совместима с творчеством. Вспомним хотя бы трек Дула и клип на него. Танки, самолёты, вертолёты, корабль, там всё есть, чё тебе надо. За первые 12 дней с момента публикации клип собрал 21,5 миллион просмотров. И почти догнал прошлый на тот момент рекламный ролик рэпера, клип за 10 лямов для Альфа-банка. По словам разработчика игры, работать с Моргеном они начали ещё в 2018-м. И уже тогда интеграции у него были довольно эффективными. Интеграция в Дула обошлась в War Thunder значительно дороже, чем реклама банка. Но тут в целом понятно почему. На производство этого клипа ушло почти два месяца. Съёмки проходили не чисто на Зелёнке, но также в полях Астраханской области. А ангар для самолётов съёмочная команда нашла где-то в Подмосковье. Gajin Entertainment не сильно вмешивалась в текст трека или сценарий клипа. Но несколько своих фишек всё же в них добавили. Например, когда Алишер поёт о ванне из бабок, на экране появляется интерфейс игры, где счётчик Золотых Орлов увеличивается от нуля до миллиона. Также в клипе есть пасхалочка с улиткой с логотипом Gajin. И собакой породы Сибуина с логотипа рекламного агентства Deutschmatic, которая также участвовала в проекте. И раз уж я заговорил о рекламе в клипах, не могу не вспомнить ещё одного персонажа. О любви Тимоти к рекламе мы уже давно знаем. Не говорите, что вас не триггернуло. Но вот в своём последнем клипе Тимоти превзошёл самого себя. Потому что это не просто клип, это доска объявлений. Клип называется «Бай-ю-бай», потому что «Бай-ю-бай». Понимаете? Первые 40 секунд трека – это типичная баллада о разбитом сердечке от хмали. Ну а потом врывается Тимоти, и на волнах автотюна мы уносим сослушать уже довольно привычную историю. Про шелест купюр и продажных тёлочек, которых убаюкивает богатство и крутость исполнителей. Давайте же посмотрим, чего он там с хмали успел прорекламировать. ВК-музыка, Samsung Z Flip, Tabak Banger, корпораты от хмали новаи, чебупели, бульмени и остальная продукция горячей штучки. IBMM майнинг оборудования, кофе Либо. Пишите в комменты, сколько рекламных интеграций вы насчитали в клипе. А теперь результаты моего конкурса, который я объявил в честь соточки на канале. Я выбрал этот анекдот, и чел совсем скоро получит мою розовую балаклаву и ебейшие Джоггеры Найк. Отчёт я скину в телегу. Подпишись. А ты говорил об этом в прошлом выпуске? Я сказал, что балаклаву и ещё какую-то прикольную хуйню. Охуеть, я бы тоже поучаствовал тогда. Поздравляю, мужик. С победой.